Мы отвечаем за соблюдение санитарного законодательства. Так начала встречу с девятиклассниками школы села Полдневая врач по общей гигиене Центра гигиены и эпидемиологии Ксения Хорошева. Во время своей презентации она рассказала много интересных фактов о работе санитарного врача, врача-эпидемиолога, особенностях работы государственной гражданской службы в Роспотребнадзоре. Управление Роспотребнадзора занимается надзором и контролем за соблюдением гражданами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, соблюдением санитарных законов и правил. Объектами надзора являются предприятия различные, это заводы, аптеки, больницы, детские сады, школы, управляющие компании, контейнерные площадки, вода, почва, воздух, пищевые продукты и также условия труда. Сегодняшняя встреча проходит в рамках цикла профориентационных уроков Центра гигиены и эпидемиологии с учащимися школ. Главная цель – замотивировать ребят на получение специальности санитарных врачей, подсказать, где можно получить образование по данному профилю и как оформить целевое направление. Мы занимаемся своей работой, мы проводим экспертизы, лабораторные исследования, обследования, проводим анализ окружающей среды на предмет явления различных несоответствий в рамках санитарного законодательства. Санитарный врач является специалистом в области медико-профилактического отдела. В его обязанности входит контроль за соблюдением санитарных и гигиенических правил. А вот эпидемиолог изучает причины и условия распространения инфекционных и паразитарных заболеваний, разрабатывает меры по их предупреждению. Это очень важно, особенно для наших детей, которые пусть на небольшом удалении, но от города все-таки находятся. И когда специалисты приезжают к нам и рассказывают, какие есть возможности после окончания школы, это очень здорово, здорово, когда много специалистов. Помогает детям не ошибиться в выборе профессии, узнать весь обширный его спектр, понять, куда все-таки, в какую сферу они хотят, в какую профессию им стремиться, чтобы определиться с экзаменом. Уроки по профориентации школьников – это живое общение со специалистами, которые работают в той или иной сфере. Это прежде всего возможность получить ответы на самые разные вопросы и подробнее узнать, в какой сфере будущий выпускник найдет свое место и не станет востребованным специалистом. Это очень важно, потому что многим, кто не определился с выбором профессии, такие уроки помогают определить, кем он хочет стать в будущем. Важно выбрать ту профессию, которая мне нравится, чтобы не вставать с утра, там, типа, опять туда идти. Надо идти на работу с улыбкой, с радостью. Говорят, что массажист – мое лучшее преимущество, но все же пока не думаю, ну, пока думаю, кем хочу быть, если ты из медицинской сферы. Медицина привлекает, ну, строение человека, ну, там хочется все же человеку знать то, что его настроение и, ну, какие-то гипотезы, загадки, вот это, еще также у нас еще не расследован полностью мозг, вот, это и думаю, то, что хочу вот как-то узнать. Ну, то есть, это интересно тоже. Урок прошел, достигнута ли цель и смотивированы ли будущие выпускники на выбор профессии, покажет время. Ксения Болденкова, Алексей Карипанов, новости 11 канала.